Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля и вот сегодня я... Ой, сейчас упадет. Сегодня я хочу ответить еще на несколько вопросов, которые в комментариях, на которые... Подождите, сейчас упадет моя... На которые во время видео ответы на вопросы ответить невозможно очень долго. Хочу более-более подробно ответить. Вот вчера выложила видео про этот вот, про биогумат, что во время первого полива можно совместить вот с добавлением вот этого. И пришел комментарий от Сергея... Ну, написано Сергею, но может быть это и зрительница писала, а не мужчина. Видео называлось «Первый полив рассады» и он написал, я считаю, что на такой стадии нет смысла делать удобрительный полив. 20-30 дней для рассады не нужно удобрение, если грунт проверенный. Но в том-то и суть была видеоролика. Вот Сергей как раз высказал, как в противоречивой форме, в ответ на мой видеоролик, как раз то же самое, что говорила я. Я говорила, что я свой грунт удобрила с осени, туда суперфосфата, добавила калий, добавила еще ложечку золы, все перемешала, и что мне это не нужно. И вот про этот гумат я добавила от себя вот эту информацию в ответ на те вопросы, когда люди мне присылали вопросы в комментариях и спрашивали. Вот вы все удобрили, а что делать, если мы предпосевную обработку грунта осенью не делали, то есть ничего не добавляли. Если грунт бедный и люди знают, что там ничего нет, вот кроме самого грунта, никаких непитательных веществ, никаких ни макро, ни микроэлементов, как можно вот сейчас, если уже посеяли, а знаем, что земля-то никакая, что можно сделать. И вот про это добавление, про добавку я говорила не в качестве подкормки, я еще уточнила, что это мы исправляем, как бы улучшаем состав грунта, сдабриваем его. Добавляем туда, как вот там написано, я же вчера все это читала, тут есть и калий, и фосфор, который мы ни осенью, ни перед посевами не добавили. Есть бор и магний, отсутствие которого очень пагубно влияет на растения. У них, ну угнетенное начинается состояние, и что добавку вот такую в виде гуматокалия можно воспринять, ну как, некоторые воспринимают как подкормку растений, а некоторые воспринимают как предпосевную обработку грунта, но немного с запозданием. Если мы перед посевом грунт не обработали, то его вполне можно сейчас во время первого-второго полива увлажнить, во время полива добавить вот это, увлажнить вот этим раствором, и вот эта почва у нас напитается и гуматами, ну а гумат, я вчера рассказывала, гумус, это вот та самая сила земли, живительная сила земли, которая нужна растениям для полноценной жизни. И вот этими макро-микроэлементами. Так что можно вот эту добавку воспринимать и как подкормку, но можно воспринимать и как предпосевную обработку грунта, но немножко с опозданием на неделю, потому что мы посеяли уже неделю назад, сходы-то вроде появились, ну а в земле ничего нет, как, не будете же вы вот так вот перемешивать. Конечно, самый простой способ полить и сдобрить землю. И еще когда Сергей написал, что в это время растения не воспринимают вот эти удобрения, я это прекрасно знаю, у меня в прошлом, в позапрошлом году были видеоролики, я на эту тему снова сейчас скоро буду разговаривать, что перед тем, как делать подкормку, подумайте, может быть она вам и не нужна. И скорее всего многим, у кого плодородный грунт, до самой высадки в грунт подкормка не нужна. Я сама говорила же про себя, что я для этого и делаю сбалансированный грунт, чтобы развязать себе руки, освободить себя от подкормок. Но вот в этом случае, когда мы делаем полив сразу после посева, это не подкормка, потому что, да, действительно, сейчас растениям это ничего не нужно, они это и не воспримут. Но эти все макро-микроэлементы, они ведь будут, они останутся в грунте и будут сидеть и ждать своего часа, когда-то ваши растения все равно вырастут, и когда-то они оглянутся и посмотрят, о, сколько же всего вкусненького вокруг, и они все равно их возьмут. Хуже будет, когда, если они оглянутся, а вокруг ничего нет, бедная песчаная почва и ни одного, ни магния, ни калия, ничего, ни бора. Вот это хуже. Может быть я вчера как-то неясно выразилась, для чего я посоветовала людям вот эту подкормку. И, конечно, очень неприятно, когда людям, еще один нашелся комментатор, когда они написали, зачем вы их вводите в заблуждение, они сейчас ведрами лить начнут. Вот никто ведрами лить не начнет. Опять же, я во время своего видео вчера сказала, сейчас еще уточню, что не нужно превышать дозу, которая указана в инструкции. И я не думаю, что люди такие глупые, чтобы лить ведрами это удобрение. И еще почему я порекомендовала именно вот эти добавки, потому что они совершенно безвредные. Тут даже, если немножко кто-то переборщит, ну не ведрами, конечно, а кто-то вот самый-самый такой, не пробивая, скажет, а все равно увеличу я дозу в два раза. Даже увеличенная в два раза доза, она не повлияет ни на что. То ухудшения не будут, как вот этот комментатор написал, а они потом зажмурятся. Отчего они зажмурятся? Тут все в таких легких и в хилатной форме, во-первых, эти. И от гумуса никто еще не зажмурился, ни один саженец. И вот еще раз повторю, это как вроде в дополнение ко вчерашнему видео. Вот тут написано, предпосевная обработка почвы. И сегодня уже читаю комментарии, когда зрительница одна спросила, сколько вот этого вот гумата нужно на 10 литров грунта, например. Она так поставила вопрос. Но я для всех объясняю, что нужно считать не в ту сторону, а наоборот. Вот, когда вы прочитали, 15 мл на 10 литров воды. То есть мы сначала разводим вот этот раствор, так же как фитоспорин. А сколько возьмет грунт, это покажет жизнь. Вот, 10 литров разводить не надо. Если вам нужен всего один лоток, убавляйте пополам. Например, разведите 5 литров, это будет у нас 7,5 мл. Это совсем вот маленько. Вот этот колпачок 1,5 мл. Всё. Развели вы 5 литров воды. И начинаете, где вы замешиваете, вот в тазу или в ванне, начинаете увлажнять, как я показывала, до оптимального такого. Начинаете этот раствор подливать и перемешивать землю. Подливать и перемешивать землю. И только тогда, когда она увлажнится до нормального состояния, вы останавливаетесь. И вот, например, видите, что вы истратили всего 2 литра. Вот значит, 2 литра и пойдёт на 10 литров воды. Но когда вы спрашиваете, вот этот вопрос задаёте, сколько на 10 литров воды, вы же не так не называете и не учитываете, что влажность у земли разная-разная. Если он у вас долго стоял, грунт хранился, например, где-то, ну, в открытом, в открытой ванне, он, скорее всего, пересохнет, если с осени он до весны стоит. Туда, может, вы вобьёте и 3 литра вот этой жидкости. Сколько грунт возьмёт, столько и будет расход вот этого вот биогумата. Потом, когда ваши растения немножко подрастут, вы сможете ещё через какое-то время, но будет, ну, как распикируете. Обычно я до пикировки ничего, вообще ничем не поливаю. После пикировки они идут очень сильно в рост. Им надо много-много питательных веществ. И тогда вы разведёте и ещё раз польёте этим раствором землю. Можно поливать, можно опрыскивать. Можно делать хоть что, если вы будете разводить по инструкции именно ту дозировку. Ну, тут очень маленькая, грунт, вот 3 колпачка на ведро воды. Даже по цвету воды цвет не меняется. Ничего страшного не будет. И если вы даже чуть-чуть превысите пикировку, поверьте, не зажмурится ни одно ваше растение. Это очень странное такое понятие, что полив гуматом несколько раз, вы можете, ну, как, он, наверное, имел в виду, что растение умрёт. Нет. И когда вот такие, видите на канале, такие комментарии, недоброжелательные, в негативном ключе, вы не прислушивайтесь к ним. Лучше сами зайдите в интернет, посмотрите какую-то информацию. Он там распространял таких страхов про этот гумат калия. Ничего подобного произойти не может. Это самый такой, самый наинатуральнейший, экологически чистый препарат, самый безвредный из тех, которые вообще есть, существуют. Потому что он именно из земли, это вот самая гружевительная сила земли, но концентрированная. Разводите водой, пользуйтесь. Всё, до свидания. Сегодня, то ли, потому что, правда, весна приближается, сегодня с канала пришлось и матершинников в комментарии убирать, и эти, что это неправильно, это всё умрёт, это всё зажмурится. Идите на другой канал, смотрите, слушайте, там всё так хорошо говорят. Ладно, не будем обращать внимания на этих людей, которые хотят нас с прямой дороги, как это, увести в сторону. Будем идти своим путём. Всё, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»